Ну что, вот мы подъехали к клубу, где ежедневно разводят пацанов на бабки Прямо сейчас туда зайдем, покажем, как там все обустроено, как там работает Постараемся выбить меню, чтобы сфотографировать для вас сцены А сколько вы готовы потратить денег на девушку на первом свидании? Три тысячи, пять тысяч? А может быть, всю свою зарплату, даже об этом не подозревая? В этом выпуске мы вам расскажем и покажем Промо-заведение, в котором мужиков разводят на бабки Вы сами этого не подозреваете, знакомитесь с девушкой на улице Она милая, красивая, приводит вас в клуб Вы с ней отдыхаете, кайфуете, курите каян, выпиваете вино А в конце вам приносят счет 100 тысяч рублей, а может быть и 200 А если вы не заплатите, у вас будут проблемы Речь в этом выпуске пойдет именно об этом Смотрите это видео до конца, чтобы понять, как это работает Кто за этим стоит и кто все это делает Интересный выпуск, который стоит вашего внимания Подписывайтесь на наш канал и смотрите его до конца Я вас уверяю, будет очень интересно Сейчас мы находимся на самой грязной и жестокой улице Я думаю, что даже всей России это улица Думская В этих барах шкуры будут разводить мужиков на деньги И ты должен их защищать Мне интересно, насколько я сегодня разведу очередного лоха Хотите получить по ебалу, либо чтобы вас озверили на бабке Let's go, Думская, Санкт-Петербург Если я развожу парня, то я его развожу хорошо И когда он видит чек, когда нам нужно уезжать уже домой Он становится злой И не знаю, мне с ним даже иногда страшно находиться с этими мужчинами Привет, расскажи, как твоя жизнь привела тебя в работу в такие заведения, где разводят мужиков на деньги? Привет, позвали на работу в клуб Как оказалось, это промо-бар Работаю уже достаточно времени И по сей день работаю там Когда ты шел туда устраиваться, ты сразу изначально знал, что в этих барах шкуры будут разводить мужиков на деньги И ты должен их защищать? Нет, не знал Спустя первую рабочую ночь, так сказать, узнал Узнал, что это полнейшее разводило, где девчонки разводят пацанов А как ты понял, что это сразу разводное заведение? Ну, заведение для обычных посетителей закрыто Цены в меню заоблачные И сотрудницы этого заведения приводят мужиков, так сказать, и уже начинают разводить на бабке Как ищут девушек до этой работы? Это лучше спросить у девушки Ищут девчонок очень просто Есть такие площадки объявлений, как Авито, Headhunter В основном молодые девушки там и сидят в поисках работы Очень много объявлений таких вакансий, как администратор, хостес, бармен Ты туда приходишь, договариваешься с собеседованием Приходишь, тебе дают анкету, ты ее заполняешь После с тобой приходит человек беседовать И начинает говорить, что у нас, конечно, есть такая вакансия, бармен или хостес Но у нас также есть вакансия промо-модели И спрашивают, вы знаете, что это? Когда ты говоришь нет, он начинает тебе объяснять Такие сказки, как девочки приходят, работают Зарабатывают себе за два года на квартиру Но, естественно, молодые умы, что они хотят? Денег Ну и все, и так получается, что девочек туда загоняют Не то, чтобы загоняют, они сами туда идут Ну вот так вот и находят такую работу И работают Ну что, сейчас мы находимся на самой грязной и жестокой улице Я думаю, что даже всей России это улица Думская Здесь самые жесткие пьянки, самые жесткие горянки Самые жесткие разводилово Хотите получить по ебалу, либо чтобы у вас озвери на бабки Let's go Думская, Санкт-Петербург Все вас здесь ждут Вот непосредственно охранник, который знает здесь об этих местах все Скажи в двух словах Что здесь происходит и именно конкретно про девочек Где они тусят, в таких особенно барах они бывают Чтобы наши пацаны кто нас смотрит, наши мужчины Мужики, всем привет, лайк Происходит, как всегда, пятница, суббота Да, в принципе, в любой день под утро жесть Как бы драки, пьянки, разводилово Обычно телки всех разводят А обычно в каких клубах девчонки эти разводные ходят? Фан-клаб, мед, небар В принципе, в любых барах В абсолютно любых Где найдут жертву, там и разводят Гей-клубы, всякая нечисть Смотри, а есть промщики в гей-клубах? Вот этого не знаю, не могу сказать Это промщики в гей-клубах Ходят, разводят пацанов пацаны, чтобы их набухать И потом Слушайте, но если вам эта идея интересна В принципе, мы можем заморочиться И что-нибудь на эту тему снять Но, друзья, как обычно, вы должны поддержать наш канал подпиской и своим лайком 10 тысяч лайков, и мы делаем продолжение Сейчас такое время, наверное, каждый второй знакомится только в интернете И именно поэтому я хочу всем вам посоветовать крутой сайт для знакомств Под названием Julia Dates На Julia Dates можно найти все типы знакомств Начиная от самых обычных, заканчивая серьезными отношениями На этом сайте серьезная модерация, которая сразу отсеивает фейковые аккаунты Гибкие фильтры, с помощью которых можно найти человека, соответствующего вашим вкусам Размер груди, цвет волос, возраст, рост Все, что вашей душе угодно Советую каждому из вас на этом аккаунте Сразу приобретать премиум аккаунт Потому что он дает очень много полезных фишек и бонусов После посмотра этого видео Переходите по ссылке в описании на этот сайт Регистрируйтесь на Julia Dates И один человек рандомно среди вас получит совершенно бесплатно премиум аккаунт Регистрируйтесь, находите свою любовь и будьте счастливы Приходит девушка с клиентом в заведение Как происходит сама схема развода? Как его разводят? Расскажи все, именно все фишки Начиная от меню, то, что там дорогущие цены Они их как-то набухивают? Может что-то подсыпают? Как происходит все это? Нет, ничего не подсыпают Просто приводят клиента Ну, то есть пацана И сразу начинают заказывать алкоголь Самый дорогой Ну, там, где коктейль стоит 1000 рублей Где в обычном баре, там, допустим, 300-400 рублей стоит И вот так вот счет набегает, набегает, набегает Но он-то видит цены? Он-то видит цены А почему он не может сказать Я, предположим, заказываю, как ты говоришь, бутылку шампанского За 18 тысяч Почему он не может сказать Не, 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 это очень дорого Ну, это как бы, наверное, как это объяснить Это мужское, наверное, ну, не хочет опозориться Помимо алкоголя, там, кальяны тоже есть? Кальяны тоже присутствуют Сколько стоит кальян? Ну, порядка 5000 рублей Обычно цена на него 1000-1500 Ну, где-то, да Что помимо алкоголя, кальяна есть еще? Ну, это мясные, сырные нарезки Это машины, которые стоят, там, от 2500 рублей Какой средний чек, вот, мужика, который разве Средняя стоимость, вот, средняя Средняя от 10 до, там, до 200-300 тысяч рублей А расскажи, если ты говоришь, что там тарелка стоит 2500 Коктейль стоит 1000 Кальян 5000 Как удается девушкам развести мужиков даже на 100 тысяч рублей? Это нужно наесть очень долго, очень много Ну, это все потихоньку-потихоньку набегает Ну, коктейль берут, да, там, уходят с туалет, выливают И вот так вот она бегает, набегает Ну, уже 10 коктейлей, это уже 10 тысяч рублей Ну, пьет не только она, но и он А пьет она и безалкогольные коктейли Девушка работает в паре постоянно Их двое всегда И она всегда в соло работает И в одиночку приводит? Нет, когда в одиночку, когда вдвоем, когда втроем А, даже втроем бывает? Да, бывает двоих, троих приводит И тогда чеки, чеки огромные, да? Да, конечно Какой был на твоей памяти самый огромный чек? Двести пятьдесят Двести пятьдесят тысяч, да? И он спокойно это отдал? Спокойно Не просил назад ничего? Нет, нет, спокойно отдал, попрощался и ушел А что у тебя такого в жизни случилось, что ты выбрала именно такую работу? Многие говорят, что идут в такую работу, когда у них там родители болеют Может, там, при смерти там кто-то находится Кредит и учеба Ну, для меня это главное деньги Я там зарабатываю хорошие деньги Плюс-минус двести тысяч у меня выходит в месяц Мне этого хватает с головой Можно и больше, но Я стараюсь над этим Я вот общаюсь очень много с парнями И у меня такой азарт Больше, как в этой профессии Мне интересно, насколько я сегодня разведу Очередного лоха Сколько я с него поимею Мне именно это интересно, но в первую очередь это деньги, конечно Скажи, как выглядит твой рабочий день? Мой рабочий день начинается в шесть вечера Обычно я отсыпаюсь до шести Прихожу вечером У нас перед рабочим днем, так сказать, проходит собрание Администратор всех собирает девочек Говорит то, что Вот ты сегодня идешь там Ты туда, ты туда У нас определенный маршрут Сначала мы ходим вокруг бара Ну, на этой территории, вблизи Ищем там мужиков Ну, как мужиков, лохов Вот Ищем их там Если же мы их там не находим Тогда поздней ночью уже идем на улицу Думская Такая есть в Питере улица знаменитая Там очень много пьяных людей Очень легко их заманить к себе в бар И там уже их, как бы, ну, развести Ну, как бы, вот Ну, в основном клиенты идут с Думской Ну, а так очень часто, да, тоже находим вблизи баров Мужчин Заводим их к себе в заведение И там уже начинаем работать Ну, обычно работаю одна Бывает, что в паре с девочкой работаем Если хорошо разведем его Ну, например, на сто тысяч То, как бы, пересадку забираем себе спокойно Ну, дели пополам Вот Это если вы работаете вдвоем А ты так же работаешь в одиночку И ты сюда вдвоем Ну, чаще всего одна Редко бывает, что вдвоем Потому что не хочу с кем-то делить И у меня в одной хорошо получается Слушай, как ты думаешь, сколько девчонок вот на этой улице В субботу работает промщицами Именно разводилами Да, больше Больше тридцати, наверное Да ладно Да, да Нифига себе Получается, всем пацанам, кто здесь Это вот гей-клуб, да? Без вывесок, без ничего, да? Да Все свои, все знают Да, конечно, знают Слушай, много идей туда ходит? Полно, очень полно Очень полно Человек 100 ходит? Больше Да ладно? Больше Чуще всего Очень много Очень много народу Друзья, мы снимаем очень много опасного и острого контента для вас И очень много материала мы не можем вам показывать Ни на ютюбе, ни в инстаграме, ни в телеграме Потому что в общем доступе Потому что нас просто либо забанят Либо у нас будет повремя с законом И мы решили нашей командой Создать приватный телеграм-канал Где будет куча эксклюзивного контента Куча мяса Конкретного мяса, как этой жести И всего лишь цена Это просто килограмм яблок Вам это копейки Да и нас приятно Потому что действительно мы рискуем своей жизнью Своей свободой ради вас, ради контента Поэтому истинные поклонники Истинные наши друзья Братья, истинные подписчики Кто хочет смотреть топовый и интересный контент Который мы не сможем показать Но нигде, никогда в жизни Будет по ссылке в описании под этим видео Переходите, залетайте в приват И будет там офигенный контент Эсклюзив Были какие-то кипиши при тебе Когда клиент категорически жестко говорил Я ничего не буду платить Вот просто в отказ Да, было очень много Очень много таких было И как вы вот с ними поступаете? Ну, если уже клиент такой Ну, упертый, что платить не будут Они счет делят пополам С девушками? Да Якобы, правильно? Девушки Нет, они не платят ничего Окей, и парни тогда уже остывают И половину отдают Да, да, да Но были же такие случаи наверняка Что пацаны говорят Вообще все платить не буду Да были, были И что тогда? Ну, тогда как-то решать Сколько есть денег Сколько есть денег Они платят и уходят Ну, как говорится С девушек-то Ничего с этой не будет А было такое То, что клиент вызывал полицию? Очень много пытались Очень много пытались А почему пытались? Ну, вызывали-вызывали Ну, а смысл какой? Ну, по факту Чеки есть Видео с камер есть Человек пил Вот и все То есть эти разводные заведения Они работают абсолютно регайно По-белому И с точки зрения юридической К ним никак не подкопаться? Никакой вообще Никак не подкопаться Вообще Все лицензии есть На алкоголь Все есть Как бы Ну Все Все по кассе Проходят А кто хозяин этого заведения? Хозяева заведения Ну Как говорится Да, обычный человек Ну Это сеть заведений У одного человека Там пять заведений У другого человека Тоже пять-шесть заведений Ну Как обычно Они все находятся в центре Ну Это люди с достатком, правильно? Да Да А не с криминальным прошлым каким-то? Нет 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 По какому принципу Вы знакомитесь? По какому принципу Вы находите Именно своих жертв? Мы смотрим на внешний вид Естественно Как он надет Какой у него телефон Какая у него обувь Часы Украшения в целом Если мне удается Зацепиться с ними словами У нас идет общение И в этот уже момент общения Я уже начинаю Как-то так подкрадываться Узнавать Есть ли у него там машина Квартира Где она работает Возможно Сколько зарабатывает Ну Не всегда, конечно Отвечают на такие вопросы Но в основном Они Если хорошо одеты Хорошо выглядят Они любят похвастаться Перед девочками Сколько они там зарабатывают Ты привела его В свое заведение Вы сидите Выпиваете Естественно Ты с ним файлтуешь Он подвыпил Начинает Тебе целоваться Рибо тебя обнимать Щупать Что ты в этот момент делаешь? Все зависит от парня Если же он мне понравился То я ему разрешу И за ногу себя погладить И поцеловать себя Вот Ну а так В принципе нет Если же мне не нравится То я говорю Что нет Еще рано Рано Ну и начинаю его дальше Качать алкоголем Ну а так Вот у меня есть подружки Даже Которая со мной работает Иногда в паре И она вот так вот себе Даже мини-спонсора нашла Мужчина такого Он ей понравился Он ее старше Правда Ну он ей понравился Не знаю чем На внешне он вообще не очень Ну кошелек у него Видимо хороший И вот Он к ней периодически приходит И они вместе Потом уезжают домой И как я знаю То что Ну Он ее Имеет И платит ей Ну и она довольная Ходит Что и Она без парня Так же как и я Вот так вот Девочки многие Спонсоры в себе Находят тоже А бы в момент встречи С клиентом Когда вы сидели И выпивали Он предлагал Уехать к нему домой Рибо же Предлагал за это деньги Ну опять же Не отвечу Что если же Мне парень понравился То Возможно Я с ним и уеду домой Но У нас Таких ситуаций У меня не было Потому что Если я развожу парня То я его развожу Хорошо И когда он видит чек Когда нам нужно Уезжать уже домой Он становится Злой И Не знаю Мне с ним даже Иногда страшно Находиться С этими мужчинами Которые видят чек У них глаза такие Кровью наливаются И Я обычно сразу ухожу Говорю Ну все Мне пора Как бы ухожу Вот И стараюсь С ними больше Не пересекаться Ну да Я думаю Что такой мужик Какой-нибудь Мог тебя домой Завести После такого чека И не знаю Что с тобой сделать Раздуприть тебя Так Как шарик Думай Слушай Ничего себе Получается Раньше были такие Разводные клубы Депутат По жесткому По жесткому Когда за них взялись Тогда уже успокоилось Все А сейчас получается Разводят только девчонки А сами клубы Уже Очень много Давай сейчас поговорим С тобой на чистоту Скажи Реально Самые такие ситуации Которые тебе Больше всего Запомнились Именно какого-то Жесткого Пиздеца Который Происходил На работе С клиентами С девочками Да их В принципе Очень много Когда Когда девочки Набухивают Пацана И он уже Чуть ли Не Не при смерти Валяется Но платят Они его поднимают И он платят Поднимают И платят Как бы заказывают И заказывают Там и шампанское И все что угодно Ну клиент платит И все На камерах Видно что он подошел И оплатил Все Расписался в чеке И все Смотри А эти заведения У них есть вывески? Есть 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 Вывески есть И товары Как обычные Как сказать Бары Клубы Они находятся Прямо в открытом доступе Не где-то в подвороте Во дворах Нет Нет Обычные Как вот кафешки Все Ну для Просто для обычных посетителей Они закрыты Я почему-то думал Что такие заведения Большинство Находятся Где-то во дворах Каких-то там Не знаю В подвалах Ну я знаю Парочку таких заведений Есть Которые в подворотне В подвалах Ну Туда тоже Водят И Понятно Понятно Сколько охранников Работает на смене Один У тебя есть Какое-то оружие Газовый баллон Баллон есть Больше ничего нету Нет Сколько ты зарабатываешь За одну смену Две с половиной тысячи выход И там переработки Ну порядка трех тысяч А какой-то чай есть И такого у вас Нет Такого нету Потому что мужиков разводят Они уходят злые И в жизни значения Никогда не оставят Ну да Конечно И получается Сколько месяцев Плюс-минус ты зарабатываешь Именно с этой работой Тысяч девяносто Девяносто Где-то так Девяносто сто Это получается Ты сейчас сказал Если ты тысячи В три сутки зарабатываешь Значит что без выходных Тоже месяца работаешь Да И ты каждый день что Работаешь Без выходных Постоянно Да Сколько девочек Сразу на смене В одном клубе Бывают две Две пары Три пары Бывает одна пара Ну как правило Девочки приходят На бармены И их Сразу же отправляют В город Рассказывают Как это хорошо Сколько можно заработать Ну как правило Девчонки молодые От 17 до 16 лет Да Никогда Никогда столько денег Не зарабатывали И сразу начинают В город Ну Как правило Они работают Одну-две смены И уходят Потому что Не знаю У них не получается Разводить Поэтому Не получается Да Не получается Разводить Как бы Не идет контакт Было у тебя такое То что ты стоял Клиентов Где-то на улице И они подходи И тебе И говори Ну что ты Помнишь меня Нет Такого Такого Так не встречал Ну Когда Проездил на такси Видел Пару Пару Но никаких Моментов Жестких Не было Не было Не было Сколько Примерно Таких заведений Где разводят Мужиков Промо-баров Промо-клубов Промо-корьянных По Питеру Ты думаешь Заведений 15-20 Если не больше Но это Насколько я знаю Да Я знаю Одну сеть Ну Сеть заведений И другую Сеть заведений Чаще всего У одного Владельца Очень много Таких заведений Да Да Ну порядка 5-6 Это точно Не боишься И ты Стоитесь Какому-нибудь Мужчину Который Ты развела На крупную сумму Однажды Где-нибудь На улице И тебе Не страшно Что он может К тебе Подойти И как бы Потребовать Свои деньги Назад А ибо В худшем Случай Даже Настучать Тебе По голове Да нет Вообще Не страшно Ну типа У меня Ни разу Такого Не было Ситуация Я шла По улице И смотрю Идет Клиент Которого Разводила Ну на хороший Чек Ну 150 тысяч Он оставил У нас И он идет С женой И он А шею Так отвернул Ну просто Он меня узнал Это видно было Шею вообще Отвернул Типа Чтоб не видеть Меня Походу Не знаю Может чтоб Жена не узнала Может как-то Я на него Посмотрю не так Или что Она поймет Ну короче Вот так получилось То что Да Встретились На улице Случайно Скажи Самую Необычную Ситуацию И Историю Какую-нибудь Из своей профессии Так-то Забавных И интересных Ситуаций У меня было Много Ну вот Одну я запомнила Это Вообще Случай на миллион Развела я Короче Одного Малолетку Ну ему Наверное Лет 18-19 Было Я его Привела в бар Он оставил Хороший чек На 100 тысяч Для него Это Хорошие деньги Я думаю Ну оказалось То что он Какой-то там Недоблогер Он меня Нашел в инстаграм Начал мне писать Угрозы Мол Я пойду Напишу заявление Я думаю Ну куда ты Что-то напишешь Ну короче Вот так и разошлись Я его заблокировала Просто И все Не знаю Я его больше Не встречала Нигде А ты помнишь Ссылку его Можешь мне потом Ее показать Слушай Нет Это было Наверное Месяца три назад Я уже и забыла Ну можно быть В твоем инстаграме Кого-то еще на список Ставишь найти Поэтому потом Если тебе не тяжело Подеришься Мне просто интересно Мало Я его знаю Хорошо Сколько максимум денег Ты заработала С одного клиента Мужчине было лет сорок С виду Я его развела На тысяч двести И Он вообще Был очень пьян В конце И как бы Он меня походу Не запомнил Потому что На следующий же день Я пошла снова На то же место На Думскую И Я его снова Встретила там Он меня походу Не узнал Ну я его затащила И снова на пятьдесят Развела Мы с ним Посидели Он был не настолько Уже пьян В конце Со второго вечера Но Больше я с ним не виделся Но вот А совесть тебя не мучает Когда ты вот Мужиков разводишь Может быть У них есть там Дети дома Либо они Последние деньги отдают Ну хотя Двести тысяч Это большие деньги Но все же Нет Не мучает Конечно Ну типа Не разведу я Разведет кто-то другой Раз он лох Он и есть лох Уже Какой средний возраст Девочек Которые работают В заведении Самый максимальный И самый минимальный И есть ли Девушки У которых есть Дети Мужья Дома У нас в баре Средний возраст Наверное 18-20 Ну Максимальный Где-то 25 Я думаю Вот я девочку знаю И 25 Так я там Не со всеми Общаюсь Вот Которые 25 Кстати У нее даже Ребенок есть И муж У нее есть Муж Я не знаю Ну видимо Он знает Чем она занимается Просто на такие деньги Хорошие приносит Явно не Кассиром В пятерочке Скажи Самую жестокую ситуацию Которая происходила У тебя на работе Я познакомилась С парнем Я его хотела Вот развести Мы с ним Выпили В баре В другом И мы с ним Пошли до Моего бара Где я работаю Он пьяный Никакой Я его веду И Вот так получилось То что Он начал Ко мне Короче Приставать Он завел Меня во дворы Но он большой Такой Знаешь Ну Два метра Почти рост Моя маленькая Куда мне Ну и короче Он меня завел Во двор Начал приставать Ко мне Я начал Кричать И Как бы Проходили мимо Парни И Вот они ему Разбили лицо Хорошо Ну а я Убежала Не пугает тебя Такая работа Знаешь Нет Она наверное Не пугает Меня Ну потому что Я там В принципе Роди денег Я понимаю Как они тяжело Зарабатываются На других работах Здесь тоже Есть свои риски Тогда В принципе Девочек Очень много Уходит Они Не выдерживают Там давления Какого-то Стороны Мужчин Приставаний Всяких Хотя Они знают Куда идут Но все равно Они выдерживают Этого Сейчас Смотрят Очень много Мужиков И дай Советы Как им Узнать Сразу Вот если Они пришли В разводное Заведение Как не попасть На эти уловки И как Вычислить Сразу Что они Именно в том Месте Где их Сегодня Будет На бабки Ну Как правило Они ходят В заведение Знакомятся Как правило Их двое Две девчонки Знакомятся В заведении И говорят Ну нам тут Не нравится Поехали В другое Ну если Ты уже сидишь В заведении Зачем ехать В другое Если езди Все Конечно Все тоже Все это Первая схема Если зовут Двое Заведение Как правило Две девчонки Все это Развод Сразу Конечно Что еще Как правило Говорят Что знают Хорошее место Где есть карлокки А в этих барах Нету И зовут Поехать туда Он естественно Соглашается Соглашается Да и едет Ты дал советы Как распознать Если тебя Разводят В баре А не дай бог Вот ты встретился С девушкой На улице И она тебя Завела В это место Где уже Тебя непосредственно Будут разводить Само это Промо заведение Промо-окраяну Промо-клуб Как распознать По заведению Ну как правило Когда человек Заходит Надо посмотреть Есть ли люди Или нет Как правило Когда заводят Разводить Людей вообще Нету Других посетителей Ну допустим В 2 часа ночи В 3 часа ночи Играет громко Музыка Но это уже странно Да если никого нет Зачем она играет Открывает меню Смотришь Что Цены заоблачные Цены очень сильно Заоблачные Где Коктейль стоит Тысяча рублей Где в другом баре Он стоит Там 300-400 рублей В общем сразу Нужно с мужиками Смотреть на цены На цены в меню И от этого Уже отталкиваться Но я думаю Что точно Есть такие мужики Которых дофига денег Которые приходят И в это заведение Смотрят в меню Думают Ай ладно Буду здесь сидеть Конечно Есть такие Очень много Таких моментов Было Когда Когда девчонка Привела 4 пацанов Они оставили 200 тысяч И на следующий день Сами же еще и пришли Оставили 100 тысяч Ай Ничего себе Даже так бывает Одно правило Могу сказать Оно у нас Между девочек Ходит так Мужики думайте Не членом А головой Реально Потому что И заглядывайте Еще почаще В меню На ценники Именно на цены Смотрите В принципе все А девочкам Хочу сказать Что это не легкая работа Не нужно сюда идти Здесь Будут деньги Но Вы здесь Очень знатно Потрепаете Психику себя Ну что Вот мы подъехали К клубу Где ежедневно Разводят пацанов На бабки Прямо сейчас Туда зайдем Покажем Как там все Обустроено Хоть он и работает Постараемся Выбить меню Чтобы сфотографировать Для вас сцены В общем смотрите Но Снято будет Все не на основную Камеру А на телефон Поэтому Не обеспечивается Качество звука И качество картинки Продолжение следует Субтитры сделал DimaTorzok